Путин своими подлыми ракетными ударами по гражданской инфраструктуре хотел навести на Украину ужас. Но в итоге бояться теперь стоит ему самому. Франция анонсировала передачу Украине систем противовоздушной обороны. Что мы также сделаем и что передадим, и это зависит только от нас, это радары, ракетные системы и сами ракеты, чтобы защитить их от этих атак. Какими именно комплексами поделятся, пока Макрон не уточнил. Но эксперты полагают, это будут мощные системы Кроталь. Кроталь является полностью автономной системой, в которой процесс обнаружения, захвата цели на сопровождение и уничтожение проходит автоматически. Кроталь переводится как «гремучая змея», ведь жалит так же быстро и так же безжалостно. Ракета может разогнаться до максимальной скорости в 2,3 маха всего лишь за 2 секунды. Отслеживать и поражать может сразу до 8 целей, что особенно полезно в борьбе с кремлевскими мопедами, беспилотниками Камикадзе «Шахед». Электрически вращаемая башня комплекса Кроталь включает в себя 8 пусковых установок для ракет и различные радиолокационные станции. Так что Кроталь может стать универсальным солдатом на страже украинского неба. Задача системы – защита войск на передовой, обороне объектов и территориальной защите от воздушных угроз, такие как самолеты, ударные вертолеты и крылатые ракеты. Это комплекс малого радиусодействия до 10 километров. Так что он как раз дополнит уже существующие в Украине дальние системы. Для обеспечения большей мобильности систему установили на шасси французского танка АМХ-30. Эксперты заявляют, французская гремучая змея сильно поможет прикрывать наши войска на передовой от авиации-агрессора или же защищать критическую инфраструктуру в тылу, например, электростанции. «Краталь» и его модификации уже отлично зарекомендовали себя в армиях Греции, Финляндии, Южной Кореи и Южноафриканской республики. В новой версии комплекса применяется высокоскоростная ракета «ВТ-1», созданная совместно французской компанией «Томсон» и американской «ЛТВ». Ракета разрабатывалась специально для американской армии. Украинское ПВО уже и так сбивает примерно половину кремлевских ракет. Вскоре угроз будет еще меньше. По поводу количества и сроков передачи ЗРК «Краталь» пока официальной информации нет. Но учитывая, что Сау-Цезарь и бронетранспортеры ВАБ Франция передавала довольно быстро, вряд ли и в этом случае на это уйдет значительное время. И это только одно мощное вооружение, о передаче которого договорились на новой встрече контактной группы в Рамштайне после массовой ракетной атаки. Мы будем стоять вместе с Украиной так долго, как потребуется. Мы продолжим нашу поддержку, в частности, передадим Украине больше средств ПВО. Германия уже передала Украине системы «Айрис-Т». США анонсировали поставку на «САМС». Вместе с французскими гремучими змеями это создаст целостный комплекс защиты украинского неба и выбьет из рук Кремля чуть ли не последний козырь – возможность подло убивать мирных украинцев в тылу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok